Аузу билляхи имена шайтану раджим. Бисмилляхи рахману рахим. Уважаемые мусульмане, уважаемые посетители этого канала. В этом коротком видео без лишней рекламы и без лишних слов вкратце напомним, какие праздники и какие знаменательные даты мусульманского календаря ожидают нас в 2023 году. Это видео будет очень полезно тем, кто планирует свой отпуск, планирует свой следующий год, как провести его, чтобы какие-либо даты, праздники или пост, допустим, не попадал на его рабочие дни. Итак, начнем. Бисмилляхи рахману рахим. 23 января начинается первый месяц раджеб. В ночь с 26 на 27 января, это означает в ночь с 4 на 5 раджеб, есть знаменательная дата, которая называется Ночь Рагаиб. Это ночь бракосочетания родителей пророка Мухаммада, салюллаху алейхи васселям. Еще ночь, слово Рагаиб переводится как мечты и желания. С 17 на 18 февраля, что в мусульманском календаре, с 26 на 27 раджеб, это приходится ночь Михрач. Это не праздник, но историческая и знаменательная дата, когда пророк, салюллаху алейхи васселям, по милости Всевышнего, вознесся к нему. И именно в эту ночь ему было вменено в обязанность, само собой разумеется, и всем мусульманам, это пятикратный намаз. 21 февраля это будет первый шахбан. Месяц шахбан, он предшествует Рамазану, и уже с 6 на 7 марта, то есть с 14 на 15 шахбана, будет знаменательная ночь Бараат. Ночь Бараат, она так называется, есть хадис пророка, салюллаху алейхи васселям, то есть это получается середина шахбана. Хадис гласит о чем? Аллах смотрит на своих рабов ночь, которая приходится на середину шахбана. Он прощает все свои создания, кроме многобожника и завистливого злодея. Вот, 23 марта это будет первый день поста, то есть первого Рамазана, начало месяца Рамазана. Будет правильно здесь заметить, что 23 марта мы уже не должны кушать, то есть мы уже будем в состоянии поста, а значит 22 марта с заходом солнца, 22 марта наступает первый Рамазан, соответственно совершается первый Таравих намаз. С 17 на 18 апреля, иншаллах, будет ночь Аль-Кадр, то есть с 26 на 27 Рамазана в ночь. Ночь Аль-Кадр. Как сказал Аллах Аль-Кадр в Коране, бисмила рахмана рахим, лейла туль-кадр и хайрум мин альфи шахр. Ночь предопределения лучше, чем тысячи месяцев. Вот, 21 апреля это первый Шеуэль, это Ураза, Байрам, праздник разговения. 21 мая это первая Зулькада. Как мы знаем, 22 мая в России празднуется еще одна дата, это день принятия ислама в Волжской Булгарии, мероприятие проводится в городе Булгар. 19 июня наступает месяц Зульхиджа, то есть это месяц, который совершается великое паломничество. И уже 27 июня это будет 9 Зульхиджа, это день Арафа, Йоумуля Арафа, это день, когда хаджи совершают необходимые обряды паломничества, а те, кто не находится на святых землях, они, конечно же, стараются в этот день держать пост Йоумуля Арафа и делать дуга, как можно больше дуга. 28 июня это 10 Зульхиджа, это Курбам, Байрам. В этот день это Гейдуль-Атха, все мусульмане празднуют и режут барашко в честь традиции пророка Ибрахима, алейхи салям. Уместно будет отметить, что с 27 июня по 1 июля это дни Тагбира Ташрих, то есть на протяжении этих дней совершаются дополнительные Тагбиры после каждого фарс-намаза. Это с 9 по 13 Зульхиджа. 19 июля наступает Новый год по Хидже, 1445 год, это 1 Мухаррам, 19 июля. 28 июля это 10 Мухаррам, это день Ашура. День Ашура это что такое? Пророк Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям в этот день Йомуль-Ашура он рекомендовал держать пост Йомуль-Ашура. И вот в одном хадисе означает, что он сказал, что я надеюсь, что за пост в день Арафа, как мы уже сказали, Аллах простит грехи за прошлый год и за наступающий год. И я надеюсь, что пост дня Ашура, Аллах простит грехи минувшего года. Поэтому стараться надо в день Ашура держать пост. 17 августа первый сафар, месяц сафар начинается. 16 сентября начинается месяц, который по-арабски называется Раби-Уль-Ауэль. Это месяц, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел в этот свет. А в ночь с 26 сентября на 27 сентября, это с 11 на 12 Раби-Уль-Ауэль, это во всем мире празднуется ночь рождения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Называется это мероприятие, это праздник Маулит-Ан-Наби. Вот такие знаменательные даты и праздники мусульман нас ожидают в 2023 году. Само собой, разумеется, это предварительный расчет, поэтому мы всегда должны также обращать внимание на положение Луны, периодически заранее читая необходимые источники, информацию, то есть, чтобы окончательно убедиться, когда наступает, допустим, месяц Рамазан. Поэтому это все предварительно составленный календарь вот таких вот праздников. Поэтому, иншаллах, пусть он дарует нам благодатный следующий год, чтобы мы как можно больше в следующем году совершали благодеяний, исправляли свои ошибки, работали над собой, а также наставляли своих близких родственников. Ассаламу алейкум варахматуллахи в баракатуху.